МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Непал. Тут находится вершина мира. 8 848 метров. Евреев, Евреев, Евреев. По легенде, на этих вершинах живут боги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именно поэтому непальцев называют самыми счастливыми людьми в мире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я прилетел сюда, чтобы стать счастливым. Это Непал, детка! Но даже не представлял, в какой кошмар превратится экспедиция после судьбоносной высадки в Гималая. Привет, друзья! Вы с вами в Непале. Сзади меня Эверест. И вы смотрите новый сезон телепрограммы «Мир наизнанку». Из Непала, страны между небом и землей. Не переключайтесь, будет невероятно интересно. Вы увидите другую сторону счастья, которая идет плечом к плечу со смертью. Мороз похуже. Как можно оставаться счастливым, когда землетрясение разрушает твою страну? Сейчас все как мандувы бегает на улицу. Почему в 21 веке ритуальные убийства – это часть жизни? Я бы не хотел, чтобы мои желания сбывались ценой крови. Эта страна чуть не забрала жизнь Дмитрия Комарова. Смотрим на разбитый самолет. Был такой шанс находиться в нем. Такого вы еще не видели. Главная сенсация нового сезона – существует ли человек Йетин? Какую тайну откроет нам маленький Будда? Запомни, это спасет твою жизнь. И что напророчит в съемочной группе живая богиня Кумари? Что случится, если разгневать гималайских богов? Видимости практически нет. Очень сильный ветер. У нас экстренная посадка. Мы не можем дальше лететь. Сегодня в программе Дикие джунгли Отправляемся на опасную охоту Сколько пиявок! Ай! За необычным лакомством Мед там Мед с галлюциногенным эффектом Очень дорогое удовольствие на черном рынке Будь осторожен! Три укуса этих пчел могут тебя убить! Сто-метровые скалы Покажутся пустяком Когда ты в облаке самых больших на планете пчел Они все хотят меня зажрать! Без преувеличения Смертельно опасная профессия Поли просто невыносимые После этих укусов Мы увидим нетронутый мир животных Что ты делаешь, а? С суровыми законами человека Кандалы заковали Нужно, чтобы малышка с детства привыкала, что будет работать на людей Почему люди беспощадно убивают животных? Ай, какой кошмар! Почему? Почему вы это делаете? Как ритуал массового безумия помогает бороться с засухой в стране? И насколько действенны обращения к богам? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Непал Только тут есть и жаркая тропическая зона на границе с Индией И самое холодное место на земле Вершина мира Эверест 8 848 метров Большая часть Непала находится в горах или предгорьях Гималаев Поэтому эта страна без преувеличения самая высокогорная в мире Люди тут живут вплоть до высоты 5000 метров Самое древнее государство Южной Азии Бывшее королевство Теперь Парламентская республика Страна, зажатая между двумя гигантами Китаем и Индией Государство на стыке двух тектонических плит Евразийской и Индийской Поэтому мелкие землетрясения происходят тут каждый день А в сильнейшем, которое произошло в апреле 2015 года Пострадало 8 миллионов человек Считается, что Будда родился в Непале Но буддизм тут исповедует всего 10% населения Большинство людей индуисты Они верят Боги могут абсолютно все И пожив в Непале, я убедился Это правда Тут возможны настоящие чудеса Катманду Столица Непала Именно отсюда стартуют все гималайские экспедиции Но мы по традиции программы «Мир наизнанку» Пойдем другим путем И начнем путешествие с соседнего города Патан Сейчас сухой сезон Непал страдает от засухи Дождя не было уже 47 дней Посевы погибают Но непальцы знают, что делать Они верят Расписанием дождей заведуют сами боги Важно лишь напомнить им в нужный день Друзья, сегодня в Болине Катманду большой праздник Праздник бога Мачинда Мы тянем вот эту многотонную деревянную повозку И просим богов дать Непалу дожди Дождей не было уже где-то полтора месяца Урожай пропадает И сейчас этот праздник важен как никогда Считается, что если провести по улицам Патана Вот эту огромную смертоносную повозку Похожую на нашу новогоднюю елку То дождь непременно пойдет Мачиндра Божество дождя и в буддизме, и в индуизме Суеверные непальцы устанавливают статую великого бога На гигантскую колесницу И экспрессивно, шумно и ярко Провозят ее по всему городу Они верят Всемогущий бог может дать воду и жизнь Но может и убить Уже не раз в истории праздника случалось, что повозка падала Вот эта ель заваливалась Традиция говорит о том, что если она упала, то это смерть королю Когда еще был король На самом деле это еще означает десятки смертей Потому что, как правило, падает она прямо в толпу И это бывало уже много раз Поэтому в целях безопасности сейчас зрителей отделили забором От тех людей, которые тащат повозку По легенде, только бог Мачендра способен вызывать дождь В это можно верить, можно не верить Но налицо факт Просто невероятно Первые пять минут праздника И с неба действительно пошел дождь Посмотрите, вот капли первые появляются Дождя не было полтора месяца И вот после этого попробуй не верь древним традициям Гром! Слышен гром! Вау! Сказать честно, я в шоке А вот местные не удивляются Так каждый год? Да, бог всегда в этот день нас слышит и дает дождь Мы привыкли Это не пал Это не пал, детка! Все дружно берутся за толстый канат и за работу Будет нелегко Хочешь дождь, придется попотеть Конструкция весит где-то пять тонн Деревянная ретро-телега уже восемь веков подряд принимает участие в этом карнавале Естественно, ее уже сотни раз реставрировали Но суть обряда не меняется Как и в древности, сотни мужиков передвигают эту древнюю шаткую и очень ненадежную колесницу Самое ценное в ней – колеса Вот, пожалуйста, оцените, друзья, эти гигантские колеса На которых, кстати, глаза шивы, а не Будды Что характерно и на что стоит обратить внимание Хотя многие думают, что это глаза Будды И вот присмотритесь наверх Она покрыта натуральной медью и натуральным золотом Ну, не зря эта повозка с королевского дворца Которая с 14 века обеспечивает людям дождь И становится главным героем праздника Этого героя сложно не только разогнать, но и остановить Особенно, когда священная колесница катится прямо в толпу Которая не успевает разбежаться и есть риск убить людей Здесь дорога идет немножечко вниз С горки И специальный сотрудник пытается вставить огромный деревянный клин Но пока не получается, она покатилась Вот, пожалуйста, вот таким клином ее можно остановить Это тормоза Высота, кстати, этой конструкции, друзья, 18 метров Если попадешь под колеса, это верная смерть Парадокс в том, что даже смерть в день праздника Под колесами этой повозки Непальцы считают божьим благословением Потому что верят, что погибший под этой колесницей Освобождает душу от цикла рождения и смертей И она отправляется в Мокшу Индуистский аналог рая Что-то вроде буддистской нирваны Поэтому на улицах очень много полицейских и волонтеров Которые следят, чтобы фанатики не совершали ритуальные самоубийства Вот, пожалуйста, видите, что происходит Всех расталкивают И самая интересная особенность Вчера, заблаговременно, перед праздником Улицу специально освободили от проводов Чтобы телега их не порвала Потому что очень часто трагедии происходили из-за того Что повозка рвала провода Они падали на людей, кого-то убивало током В этом году, к счастью, никто не пострадал Все проходит более-менее организованно Чем сильнее идет дождь, тем сильнее толпа ныкует Потому что результат достигнут Ради этого мы все это затевали Вот это, друзья, то, что называется идеально правильно поставленная просьба к Богу Попросили, и желание сразу исполнилось Вот, пожалуйста, я весь мокрый Этого не было полтора месяца, повторюсь В силу Бога Мачендры верят не только простые люди Но и политики У последних на праздники бывают VIP-места Считается, что там, внутри повозки, находится блок Поэтому именно там сейчас находится мэр, его заместитель и все остальные чиновники Все это безумие перемещается на узкие улочки города И, как видите, предприимчивые хозяева квартир заранее сдают их в аренду для зрителей Вот, пожалуйста, на октах можно увидеть сейл, сейл, сейл Чтобы получше рассмотреть Большое видится на расстоянии Поэтому самые популярные и дорогие места – это террасы Самый, конечно, шикарный вид открывается сверху, с крыши И сейчас вся толпа ожидает знакового момента Когда две праздничные непальские елки встретятся Одна идет с этой стороны, другая маленькая с другой Именно в этот момент по сценарию праздничному должен был пойти дождь Но он пошел гораздо раньше Вот она уже совсем близко Сейчас самый ответственный момент Те, кому повезло оказаться на крыше, будут тянуть руки Считается, что если дотянуться до вот этой конструкции То все твои желания обязательно сбудутся Но так как это практически невозможно Очень многие люди просто будут кидать белые шарфики Вот, пожалуйста, моя соседочка уже приготовила шарфик Если шарфик зацепится за вот эту праздничную ель Все, ты счастливый человек, весь год желания будут исполняться Поехали, давайте! Есть! Зацепился! Зацепился! Люди счастливы! Если смотреть сверху, то по улице течет бесконечная река из зонтиков Люди скрываются от дождя, который сами только что просили у богов Так заканчивается один из самых грандиозных праздников года в Гималаях А в это самое время уже совсем в другой части страны Людям не до дождя Чтобы прокормить свои семьи Они рискуют погибнуть от укусов гигантских кровожадных пчел Это какой-то кошмар Просто ужас, катастрофа Посмотрите, сколько пчел! В отличие от украинских пасечников Непальским каждая капля меда дается ценой жизни Центральный Непал Джунгли в районе горного массива Анапурный Сюда не возят туристов Здесь нет музеев и древних храмов Но именно это место два раза в году становится без преувеличения Самым интересным и экстремальным в стране Раз, два, три, два Дальше только пешком Все люди, которых вы сейчас видите Это наша большая дружная команда Охотников за медом Охотники за медом Звучит странно, согласитесь Но это не преувеличение Только здесь, в Гималаях Есть дикий мед Килограмм которого стоит сотни долларов Он может вызывать галлюцинации Собрать его Значит, каждую секунду рисковать жизнью А все эти люди Настоящие экстремалы Кстати, почему охота? Почему вы говорите Не собирать мед Не добывать мед А охотиться Ульи находятся очень высоко на скале Лестница может сорваться А самое страшное, что может произойти Это если пчелы нападут и укусят Нужно быть очень осторожным Каждый сезон калечится очень много людей А несколько человек даже умирает Ты завтра сам все увидишь Кстати, видишь ту скалу? Мед там Друзья, это так, просто для понимания В каких условиях приходится собирать мед Видите, отвесную скальную стену? Вот на ней можно найти ульи И там можно собрать мед в сезон Но мы идем в другое место Еще более экстремальное Еще несколько часов Мы продолжаем подниматься вверх И в темноте, наконец, добираемся До небольшого поселка Но я даже представить не мог Какой сюрприз нам приготовили гурунги А почему вы меня так встречаете? По нашей традиции Гость – это бог Да не ват! Да не ват! Да не ват! Спасибо! Друзья, мне, правда, как-то вообще даже неудобно И не по себе, честно Вся деревня Шквал аплодисментов В Непале Религия и традиции говорят о том Что каждый гость – это бог Я, оператор и все сборщики меда Получают по шелковому шарфу Раньше так приветствовали королей А сегодня особо важных гостей Сборщиков меда От того, что заработают мужчины За эти две недели Зависит, как будут жить их семьи В ближайшие месяцы Поэтому сборщик меда В этих местах звучит гораздо круче Чем политик Начинается торжественный прием В честь нашего приезда Закатили грандиозную вечеринку Повторяй за нами У меня получается не очень Что сказать Танцуют непальские девушки Очень зажигательно Хотя украинские танцы Мне по душе гораздо больше Из концертного зала Перемещаемся на ужин Меню традиционно для Непала Рис и специи Но я решил эту ситуацию исправить Украинское сало Если вы будете есть сало Вы по этим скалам будете Не ползать, не взбираться А будете взлетать и мед на лету хватать Давай попробуем Сальце свеженькое Далеко не все индуисты едят свинину Но гурунги всеядны Горчица Какой кайф Ну как вам? Очень вкусно, очень На что похоже? Такой соленый вкус немного странный Я такого никогда не ел Но мне очень нравится Следующим утром мы отправляемся в дикие джунгли Чтобы рискнув жизнью Собрать мед самых больших пчел в мире Они достигают длину 3,5 сантиметров Эти гималайские пчелы дают самый полезный в мире мед Считается, что он лечит диабет Способен решить проблемы с давлением Но особенно полезен мужчинам Которым дают сексуальную энергию Но добраться до волшебного меда непросто Джунгли начинают проявлять свой характер Напоминая гостям Не расслабляйтесь Меня начинают поедать пиявки Вот они Вот они присосались Кровопийцы Комариную кровь мою пьют Ну на самом деле Нужно ко всему как буддист Как житель Непала относиться с позитивом Люди за это большие деньги платят За герудотерапию А у нас бесплатно Но если шутки отбросить в сторону То пиявкам, которые живут на суше Лучше не попадаться В условиях джунглей Это с огромной вероятностью Инфекция Которая бывает даже смертельной Вот друзья уже принесли Экспедиционное наше оборудование Это лестницы? Да Какая длина? Около 100 метров Самодельная из лиан Примитивная этой лестнице Где-то лет 100 наверное уже И лет 100 гурунги С ее помощью добывают мед Рискуя жизнью Никогда нельзя быть уверенным Что она не порвется А узел не развяжется Но сейчас другая проблема Начался дождь Логично было бы перенести сбор меда Но охотники отвечают Категорическим нет Сегодня четверг Это единственный день Когда можно собирать дикий мед Так говорит наш лунный календарь В другой день делать это очень опасно Мы не можем идти против традиций Наши прадеды всегда начинали сезон охоты в четверг Поэтому мы тоже так делаем Сегодня будет конечно гораздо сложнее Потому что мокрые скалы Мокрые веревки Но выхода нет Нужно работать Приходит время облачаться в экипировку пасечника Все дело в том Что укус гималайской пчелы Вызывает жуткие отеки Воспаление И аллергию А всего несколько укусов Могут привести к смерти У меня костюм С национальными мотивами Вышиванка Эдакий привет от украинских пасечников Непальским Очень скользко Конечно с погодой нам жутко не повезло Но вот тем не менее Отсюда мы уже можем хорошо рассмотреть Вот пожалуйста Это скала Огромная И на ней если присмотреться Можно увидеть гигантские ульи Это тот самый дикий мед И нам предстоит туда забраться Достать его За килограмм такого меда В Европе и Америке Дают сотни долларов Мы подбираемся к эпицентру Его добычи Спотыкаясь на скользких камнях Скользко очень Копчиком Надо отметить Что нормальная защитная экипировка Есть только у меня с оператором А на гурунгов страшно смотреть Многие из них защищают лица простым куском ткани Или даже полиэтиленовым пакетом Видны открытые участки тела Именно поэтому тут часто происходят трагические случаи А пчелы, кстати, уже вовсю атакуют Гид убегает Потому что его уже укусили Я ударился Вот, пожалуйста Саша уже начинает облеплять пчелы 3-3,5 сантиметра в длину Буквально 3-4 укуса таких пчел И исход может быть летальным Это очень-очень-очень опасно Действительно, без преувеличений Вот, пожалуйста, посмотрите Наш охотник за медом И вот сколько на нем пчел Не от хорошей жизни гурунги занимаются такой работой Другой в их местах просто нет Чтобы прокормить своих детей Они вынуждены рисковать жизнью Аааа Так страшно, честно говоря Дедуля, видите, у него нету специальной маски Поэтому он просто натянул на лицо Сетку, в которой продается лук, картофель на базаре Это, конечно, не дает стопроцентной защиты Потому что иногда пчела садится прямо на лицо И кусает сквозь отверстие Чтобы тебя не укусили, должна быть дистанция между лицом и сеточкой Гурунги проводят обязательный обряд Мы выкуриваем пчел Чтобы забрать у них мед Другого варианта Забрать мед не существует Добывать мед вот таким способом в Непале Начали еще в 13 веке до нашей эры Да и, в принципе, добыча дикого меда Одно из самых древнейших занятий человека О чем говорят, например, наскальные рисунки, которые нашли в Испании Этим рисункам 8 тысяч лет И на них человек взбирается наверх по виноградной лозе, чтобы добыть мед Гималайская пчела не только самая опасная, но и самая хитрая в мире Чтобы защититься от врагов, для своих ульев она выбрала практически недоступные скалы на большой высоте Животные добраться до меда действительно не могут А вот перехитрить человека не удалось Запретный плод особенно сладок К тому же, чем выше собран мед, тем он считается качественнее А значит, дороже По скользким скалам и камням мы потихоньку пробираемся вверх Чтобы повесить лестницы и добраться до меда Иногда приходится в буквальном смысле вытягивать друг друга Идем без страховки Веревку просто подаем друг другу Она не закреплена Каждая ошибка и каждый шаг могут стать последними Высота уже смертельно опасная Предельная концентрация Этот участок проходит без страховки И здесь закончилась уже не одна жизнь Потому что очень скользко, очень узкая тропа Держишься за траву Я вот прям чувствую, как скользят мои кроссовки Держусь за кусты, смотрю вниз И понимаю, какой же я странный человек Зачем я сюда забрался? Высота 40 метров Это уже 16-ти этажный дом Еще полчаса и мы на вершине Где гурунги показывают мне свой способ уберечься от трагедий И он, уверены они, эффективнее любой Даже самой современной страховки Итак, друзья, непальское пиво Чанг Считается, что если им полить веревки Полить лестницы То ничего с тобой не произойдет И обязательно выпить Вот так, друзья, немножечко Чанга Только как его здесь выпить, когда пчелы? Это придется на время Остаться вне защиты от пчел Я прям через сетку лучше Молодец Хорошо придумал Но надо выпить еще два раза И обязательно сделать это три раза Бог в Непале, как и у нас, любит троицу Еще разочек Чанг Он получится профильтрованный через сетку Все, теперь мы, друзья Как верят непальцы В полной безопасности Даже здесь на 100-метровой высоте Хмельной ритуал и рисовое пиво Создают гурунгам Дополнительную иллюзию безопасности И наша команда, наконец, готова К сражению с пчелами за драгоценный мед Глади Ага, давай Начинается сейчас самое интересное Уже пошла охота на мед Здесь это называют никак не иначе Только так Я спускаюсь Но вот и настал самый страшный момент Сделать шаг и зависнуть над пропастью Это какой-то кошмар Просто ужас Катастрофа Посмотрите, сколько пчел Пугает даже не высота Самым ужасным стало погружение в облако из пчел Которые тебя атакуют И этот ни с чем не сравнимый звук Рой, целый рой пчел Летает вокруг нас А теперь внимание Смертельный номер Не для слабонервных Мой коллега Гурунг вообще работает босиком И объясняет это просто За жизнь его кусали уже сотни раз Поэтому организм адаптировался к яду А этот отважный парень, можно сказать, привит Еще одна причина Индуисты верят в реинкарнацию И рассуждают просто Даже если смерть настигла тебя Следующая жизнь непременно будет И скорее всего будет лучше нынешней А значит и переживать не стоит И можно смело ступать на ненадежную лестницу Которую сделал еще твой прадедушка Честно говоря, лестница очень смущает Потому что она сделана из хлипких лиан И хлипких досточек Но эти люди без страховки Без проблем выполняют тут Любые работы И так уже как минимум 8-13 веков подряд А то и больше За тысячелетнюю историю этого ремесла В Непале погиб уже далеко не один гурунг Время от времени люди срываются в пропасть Выжить нет ни единого шанса Но это гурунгов не смущает Вооружившись примитивным оборудованием В виде палки и корзины Они снова и снова рвутся в бой Осторожно! Я срезаю соты! Пчелы сейчас начнут атаковать! Наблюдаем весь процесс полностью Поднесли корзину Она тоже на лиане Корзинку подносим прямо к сотам Максимально близко Гурунг палкой придерживает Я помогу ему Эту корзину Чтобы когда мы режем соты Мед капал вот туда На этот полиэтилен От клетчатой сумки Как ее у нас часто можно встретить На рынках вещевых дешевых И дальше деревянной лопаткой Он режет мед Часть меда стекает прямо в корзину Но главная цель наша, конечно же Большой аппетитный кусок сот С этим диким медом И он сейчас должен отвалиться прямо в корзинку Вот, пожалуйста, раз И есть! Целый такой здоровый кусок Пчелы на нас очень злые Они в ярости, они жужжат, они бросаются на нас Они садятся на нас, они пытаются укусить Только благодаря своей защите мы остаемся целыми Вот, пожалуйста, второй кусочек практически готов Уже где-то килограммов 10-15 меда Который можно встретить только здесь В этих местах, в Гималаях Больше такого в мире не найдешь Не зря японцы, китайцы Заказывают этот мед И покупают его просто за баснословные деньги Корзиночку мы отправляем И сам вторая часть нашей команды Встречает добычу Гнезда этих пчел-убийц достигают полутора метров в диаметре И в каждом из них можно найти до 60 килограммов редкого и очень дорогого меда Но просто так распотрошить свои соты пчелы не дают А теперь, друзья, внимание Я вам хочу показать, во что превратился я Смотрите, сколько пчел Они все хотят меня сожрать Когда ты в облаке из пчел на 50-метровой высоте Бежать некуда Чтобы не сойти с ума Лучшее, что я придумал Развлекать себя незатейливыми стишками из детских мультиков про мед Квинни-пух Если б мишки были пчелами То они бы ни по чем никогда и не подумали Так высоко строить дом Точно сказано Идеальней просто не скажешь Это про работу бурунгов на высоте А еще так же вспоминается Я тучка-тучка-тучка Я вовсе не медведь Спускайся Надо уходить отсюда быстрее Они будут становиться все агрессивнее Ну а теперь, друзья, моя любимая фраза из мультика Она звучит так Кажется, дождь начинается Дождь Это мягко сказано Начался настоящий ливень Веревка мокрая Лестница скользкая Но есть и хорошая новость Дождь немного охладил пыл горячих горных пчел Еще минута И я касаюсь ногами земли Вот, друзья Это был... Ох! Это был какой-то незабываемый день На самом деле Я в шоке и восторге одновременно Потому что Это реально круто Это, вы знаете, такой Небольшой Эверест Снимаем веревочку, друзья И только после этого Наконец-таки Можем вздохнуть с облегчением Сказать, что мы прикоснулись К одному из самых древних ремесел На планете Земля Самая древняя профессия, друзья Это совсем не ночная бабочка Это сборщик меда Да не вас, спасибо большое Это было реально круто Тебе спасибо, что расскажешь про нас миллионам людей Боже, я вот смотрю сейчас на самом деле наверх И мне страшно представить Как мы там работали Но тем временем, как в мультике Кажется, дождь начинается Побежали Гурунги возле скалы уже отмечают успешный медоносный улов А заодно снимают стресс своим любимым чангам Непальским пивом Держи Тебе это сейчас не помешает Это кайф Это настоящий кайф Смотри, не опьяней На самом деле, друзья, чанг Это такое пиво, как вода Там будет буквально пару градусов И поэтому хмелеть почти не будешь Просто после такой тяжелой работы Хочется как-то утолить жажду А кроме пива у них нет ничего Пьют его, как воду А метку можно? Мед уже унесли Иначе пчелы нас сожрут В лесу попробуешь Мы догоняем коллег-охотников Которые уже спрятали в лесу нашу добычу Приступаем к дегустации Молодец Ты стал настоящим гурунгом Спасибо вам Мы это сделали Как приятно снять эту штуку И понимать, что ты в безопасности Давайте самое главное Пробовать мед Я хочу понимать, зачем я рисковал жидко Вау Вы посмотрите Вот он, друзья Надо скинуть пчелок Перед тем, как попробовать мед Очень важно понимать Что пчелы не собирали пыльцу Легендарного гималайского растения Рододендрон Пчелы опыляют эти цветы Но их сок, их пыльца смертельно опасны И поэтому мед может быть ядовитым Поэтому, когда сезон рододендронов Что делают? Собрали мед Помазали кожу Немножко подождали Если не началась реакция Если не началась сильно петь, жечь То значит мед хороший Есть можно Реакция Это страшная аллергия Вплоть до блокировки дыхания Если кожа покраснеет Есть нельзя Возможны сильнейшие галлюцинации Но мой мед оказался чистым Торжественный момент Внимание Тан-тараран Очень, знаете, такой густой Насыщенный вкус И он буквально растекается у тебя По всей полости рта Чувствуешь, как вот буквально Согреваешься изнутри Это натуральный мед Такой только у нас в Непале Его знают во всем мире А что вы дальше с ним делаете? Мы сейчас между собой поделим Вдоволь наедимся А остальное в поселке продадим А по чем продаете? Тысяча рупий за литр Это 10 долларов за литр На самом деле Если этот мед попадает в Японию В Соединенные Штаты Америки Очень ограниченными партиями То там его продают Без преувеличения Сотни долларов один килограмм Тут же можно наслаждаться этим Практически бесплатно А в моем случае Вообще бесплатно Потому что заслужил Конечно заслужил Я рад, что ты поработал Вместе с нами На него, ацер На него Ну что, друзья Теперь я могу сказать В Непале был мед, пиво Пил гурунский мед Высокогорный Который дают самые большие пчелы И пиво тоже совсем непростое Непальское Чанг Ну а пол самтикло В рот не попадало Это совсем не про нас Потому что у нас все Всегда достигает цели Друзья Это невероятные приключения Но это далеко не самое яркое Что мы с вами увидим в Непале Человек подчиняет себе природу Дикий мед больше не принадлежит пчелам Пробрались люди И в мир диких животных Заставляя их работать на себя Туристы Когда катаются на слонах Даже не представляют Какова изнанка аттракциона В джунглях 21 века Просто жуткие законы жизни Стынет кровь в жилах Когда смотришь на это Читван Последний островок настоящих Нетронутых тропических джунглей в Непале Туристы приезжают сюда Чтобы увидеть слонов, носорогов, антилоп, крокодилов И порядка 400 видов птиц Но меня здесь интересует лишь одно животное Судьба которого просто уникальна И больше напоминает сказку Друзья, мы в национальном парке Читван И если кто-нибудь когда-нибудь попадет сюда Рекомендую вставать пораньше Где-нибудь в 5-30 Чтобы без 10-6 Уже выходить на берег реки И видеть всю эту красоту Друзья, смотрите, олени Олени Вау Просто потрясающе Вот услышали мой голос И шаги и убежали Все, перебежали на ту сторону реки Вообще, друзья, потрясающее ощущение Наблюдать за тем, как просыпаются джунгли Появляется целая канада звуков Всевозможных сверчков Птиц Слышны крики обезьян Диких животных Вот мы уже подходим к частным владениям Где живет два больших слона И маленький слоненок Его история просто уникальна Она трогает до глубины души Потому что его нашли в лесу Где его родители? Непонятно Но его приняла к себе домой новая семья Новая семья людей И новая семья слонов Вот малыш кушает Мама кормит его Здравствуйте Как вас зовут? Гори Рам Гори Рам, я Дима Очень приятно Вот, познакомься Наш знаменитый слоненок Который нашел свою новую маму А как зовут малыша? Тульсикали Это девочка Тульсикали, привет Поделюсь с тобой своим завтраком Мое яблоко Оп И язычком Так вот Затолкал себе в ротик И прожевал И мама тоже просит Мама, я все принесу вам Обязательно Красавчики вы мои Вы же такие хорошие Класс Но с этими хорошими Стоит вести себя осторожнее Вот на самом деле, друзья Когда стоишь вот так вот Возле слонихи Важно помнить о том Что она может поднять Хоботом бревно Весом от полутонны До тонны даже, говорят Без проблем То есть вот просто поднимает И бросает Соответственно, поднять человека Это вообще не составляет Никаких проблем И в основном Если слон убивает То он берет хоботом И просто бьет о землю Для этого должно что-то произойти Какой-то конфликт Я ее не обижал Поэтому Не должна она меня взять хоботом Надеюсь Вообще работа у нас опасная Это животное Его поведение нельзя предсказать Уже бывали случаи Когда погонщиков убивали У нас однажды слониха подняла И отбросила в сторону туриста К счастью, он сильно не травмировался Но очень сильно испугался Теперь к слонам вообще не подходит А за что? Раздразнил ее Слишком много фотографировал Мне кажется, мы уже в опасности тут, честно говоря Не думай о плохом Думай о хорошем Ты знаешь, что Тульсикали очень любит массаж Но больше всего ей нравится Когда стучишь по голове палочкой Она любит, когда ей по голове стучишь палочкой Это ее любимая игра Тут говорит хозяин Где вы видели еще ребенка на свете Который любит, когда ему по голове стучат палочкой И он от этого обалдеет Вот такая девочка есть на свете Вот она, видите, нравится ей Вообще палки слабость Тульсикали Видите, малыш любит грызть палочки Вот как нам с утра нужно почистить зубы Зубочисткой, зубной щеткой Ему с утра дают вот такую палочку Он ее съедает И зубы чистые Палку ест просто как конфету Раз и нету И тут я посмотрел вниз И увидел момент, который очень расстроил Слушайте, а что же вы сразу две ноги в кандалы заковали? Нужно, чтобы малышка с детства привыкала, что будет работать на людей Ее будущее – катать туристов Мы все здесь нанятые рабочие Служим своему хозяину И он зарабатывает деньги С этим ничего не поделаешь И цепи – это нормально для ее же безопасности Да и пойми, она уже настолько привыкла к людям Что даже если отпустить ее, она жить в дикой природе не будет Здесь работает полтора десятка погонщиков Эти люди посвятили слонам всю свою жизнь Знакомимся с нашей слоновьей командой Дима Нишант Вас как зовут? Гриджлал Гриджлал Видите, друзья, здесь когда здороваются, кладут руку вот так вот Потому что это считается знак уважения, знак приличия Также отдают деньги, также передают какие-то вещи Я прав? Да То есть если вы здороваетесь вот так, значит вы здороваетесь с уважением большим Здравствуйте, с уважением Сонту Мату Сонту Мату Дима Будран Чалдари Дима Просто Дима Сегодня мы проведем один день вместе с погонщиками слонов И начинается он, естественно, с завтрака для слонов О, рисовая кашка Видите, сладенький рис с папайей Кстати, прикольно, даже я бы ел такое Слушайте Реально человеческая еда Вкусно Я вот смотрю, вы пока разговариваете Забиваете какой-то косячочек, какую-то сигаретку Что это вы курите такое? Это ганжа Марихуана Так, мне кажется, я попал в веселую компанию Когда я курю, я всегда молюсь Шиве И прошу богиню леса, чтобы она защитила нас от диких животных и других проблем Все-таки это дикие и опасные джунгли А еще, когда я курю, у меня всегда поднимается настроение Марихуана Привычное дело для погонщиков Каждый день этот человек выкуривает не меньше десяти таких трубок Мы уважаем все традиции, но мы категорически против наркотиков Поэтому мы никому не рекомендуем никогда в жизни пробовать все эти вещи Каждый решает сам Ну что, хотел помогать? Пора идти убирать Пошли пробовать О господи, убирать какашки А можно перчатки хоть или что-то? Не переживай, это все экологически чистое Потом помоешь руки Я не такой, как вы, житель джунглей Я городской человек Я не могу вот это, вот это вот Отходы естественные продукты жизнедеятельности брать руками Ого, спасибо, спасибо, друг, ты меня понял, спасибо Вот так неожиданно сегодня начался мой рабочий день А говорят мне, у тебя работа мечта У тебя работа мечта А вот, моя работа мечта, друзья О! Ну, тут, к счастью, все растительное, поэтому запах, я вам скажу, ну, не сильно плохой запах Как тебе собирать? Хороший вопрос, как тебе собирать вот это? Очень хорошо, очень хорошо, да, мне нравится, вы знаете Так переезжай к нам, и будешь каждый день это делать Я всю жизнь мечтал такой работой заниматься Ну, еще не достиг такого уровня просветления, как вы, и не могу делать это голыми руками Ничего, привыкнешь, научишься А вот возникает вопрос Вот эту кучу слон сделал за сколько дней? Примерно за неделю Мы потом все вынесем в огород Это хорошее удобрение Вот так вот, друзья Вот эта кучка, это за недельку Причем это уже не полная кучка, потому что часть из нее уже унесли в огород Удобряют, скажем так, землю Слушайте, а знаете, что еще можно? Вот у нас есть традиция строить хаты-мазанки И мы их утепляем таким образом Навозом, кстати Можно навоз с глиной смешать Вы так не делаете? Слоновий пригоден только для огорода А дома мы утепляем коровьим Знаете, хотел пожать вам руку Пожать вам руку За то, что вы тоже делаете хаты-мазанки Но посмотрел, что вы делаете И решил, что я вам пожму руку потом Чуть-чуть позже Идем руки мыть И пора готовить для слонов второе блюдо Любимое лакомство слонов Своего рода непальские пельмени С начинкой из риса, тростникового сахара и соли А вместо теста солома Рецепт очень прост и незамысловат Делаем из соломы конверт Засыпаем рис и запаковываем Этим каждое утро занимаются абсолютно все погонщики Слонов много? И за день нужно изготовить сотни Без преувеличения Вот таких конвертиков С рисом, сахаром и солью Процесс продолжается не меньше часа После чего приступаем к кормежке У-у-у, привет, привет, привет Давай, кушай и тебе А вот смотрите, что делает хитрая маленькая девочка Она разрывает конвертик Выбрасывает сено И просто засасывает коботом рис Посмотрите, вот она Выискивает отдельно рис И отдельно сахар Вот точно как все маленькие дети Когда нам наливали кашу Мы ее как-то размазывали по тарелке Потому что мы ее не любили Откладывали в сторону А ели только варенье, например, если каши дали Вот то же самое этот малыш делает Проводим эксперимент еще раз Даем готовую еду, готовое мамо В рот прямо Хоботом хитрец разрывает Высыпает рис И рис отдельно ест Еще к тому же там сахар попадается В рисе Я тебе сейчас покажу, что бывает Если слона не накормить Пошли Вот, пожалуйста Одной слонихе мало давали еды Она разозлилась и разрушила Посмотрите, чем это закончилось Раз, выломанный бетонный столб Два, выломанный бетонный столб И разрушенная крыша То есть она полностью развалила этот навес Да уж, слонов лучше кормить вовремя Чему мы и посвятили Следующие полчаса Сам открывает рот И высовывает язык Чтобы риса бросили Держи Опа Когда слоны сыты и спокойны А на работу идти не надо Погонщики могут немного расслабиться И подождать Пока спадет жара Но значение слова Расслабиться Тут у каждого свое Хочешь попробовать? Я лучше чаек Ты много теряешь Был бы таким здоровым, как я А сколько вам лет? Коти умер О, вот видите, сколько лет спросил И человек задумался Похоже, все-таки трава влияет Сколько вам лет? Еще раз спрашиваю Не помню Надо в паспорте посмотреть Ну, хотя бы, хотя бы примерно Наверное, уже 50 с чем-то А я курю не для себя Я только ради своего бога Шивы Это не курение Это молитва Ну, а я для Шивы пью чай Тоже очень вкусно Ну все, теперь уже точно можно работать, я думаю, да? Полетели! Наступает самая интересная часть рабочего дня Когда термометр показывает плюс 45 Слонам все время хочется пить Водопой – это целый ритуал Поближе к мамочке Прижимается И вот, как видите, теперь Они не разлей вода Они вместе гуляют Они вместе проводят 24 часа в сутки В этом у слонов стоит поучиться Нам, людям Ух, какие звуки издает С ног сняли эти цепи дурацкие И все, можно теперь балдеть Идет, играет со мной Толкается Хоботом трогает Ведет себя, как ребенок На самом деле весит этот ребеночек уже несколько сотен килограммов А рождаются Слонята Весом 60-100 килограммов Видите, она, когда попадает на открытую поверхность На поле, она начинает бегать, играться Как ребенок Слоны обожают воду Все стадо заходит в реку Для них это настоящий ритуал И без преувеличения Блаженство Все жадно пьют воду За день вот этот гигант выпивает, не поверите От 50 до 100 литров воды Я говорю про взрослых Слонов и слоних Малыши, конечно же, пьют меньше Литров 20 Слоны пьют, резвятся И поливают себя водой Наш друг даже специально взял с собой зонтик Чтобы защищаться Одно из любимых занятий нашего малыша Крушить деревья Сломала веточку И довольная Довольная, как слон Видите, трет попой дерево Во-первых, попу себе чешет Во-вторых, надеется все-таки дерево доломать Потому что завалить пенек, пока сил не хватает А догадаться, сесть на него не может Дитё малое Вы помните, когда впервые увидели малышку В тот день Когда мы её нашли Она была очень маленькой Но очень растерянной Ведь осталась совсем одна А мама быстро её приняла И стала относиться к ней Как к родной доченьке Они с новой мамой Быстро привыкли друг к другу Так происходит не всегда Но в этом случае повезло Когда вы её нашли Какой возраст был? Ей было меньше года Она была в депрессии Очень переживала Но когда мы нашли ей новую маму Тульсикале будто изменили Она сразу стала весёлой Видите, и сейчас играет Раньше такого не было У слонов всё как у людей Очень немногие люди готовы взять чужого ребёнка И любить его как своего родного К сожалению А слоны могут Они добрее Слон поражает прежде всего Своим умением сохранять верность Испытывать радость И даже сопереживать Что, впрочем, неудивительно Сердце слона весит примерно От 20 до 30 килограммов Так что можно смело заявлять Что это живое существо С большим сердцем В прямом и переносном смысле После прогулки слоны показывают Насколько большой у них желудок После двухчасового выламывания деревьев Приходит время обеда На первое – рисовая каша Вот кашка, она превратилась в пирог И можно прямо в ротик вкладывать Оп Я сегодня сам пробовал Сладенькая, вкусная Мамаша, держи Держи еще, девочка Держи, это у тебя большой кусочек Я думаю, ты такая прожорливая, что ты съешь О, умничка И мамочка, кушай Тоже Молодец Хорошие девочки Открывай ротик Шири, шири, шири Молодец Раз Съела Знаете, вот кормлю ее И понимаю, что я бы хотел такое домашнее животное Оп Только где его держать На балконе, наверное, соседи будут против И растет, зараза, быстро Опа Молодец Мамы, смотрите Нету ничего, все пусто Нет, ничего нету Все Ну а теперь сюрприз от нас На десерт мы приготовили для слонов то Чем хозяева не часто их балуют Любимые бананы и яблоки Уплетает Аж за щеками хрустит Ой, все, бананы увидела Разрывает просто, смотри Сама срывает Оп, раз, один Второй Третий Мамаша тоже воруй Такой лафы здесь больше не будет Чтобы спелые бананы раздавали гроздьями Ха-ха-ха Да не дам я тебе Не дам я тебе всю Отдай Я не могу Кто кого, кто кого Я Или пять тонн костей мускулов Все съела Я хотел что-нибудь выхватить И отдать малышке Но мать все съела Уже на, доедай эти косточки А банан отдам твоему ребенку Последний Тульси Твоя мать Не имеет совести Она съедает и объедает тебя Но мы тебя в обиду не дадим На самом деле По своей структуре Хобот слоника напоминает Щупальцу осьминога И этим хоботом Слон или слониха Могут творить настоящие чудеса Если захочет То она может даже взять Зубочистку Хоботом И положить ее в назначенное место На это рука Только представьте Вот в этом, в этом Хоботке 500 мышц Но развиваются они очень долго Иногда вы знаете Даже бывают забавные случаи Что детеныш идет И спотыкается Об собственный хобот И падает Потому что еще не может Его контролировать Свой хоботок Я просто ее уже обожаю Моя любимая Тульса Моя хорошая Хватит нежности Я хочу пригласить тебя На наш уникальный обряд Сегодня большой праздник Такое бывает Только раз в году Пойдем посмотрим Что интересно всегда Что вообще за обряд? Это особый ритуал Мы будем просить Богиню леса Защитить нас Чтобы было всем хорошо Животным Которые живут в этом лесу Тиграм Носорогам Слонам Антилопам Ну и людям Защиты от чего? Защитить от лесных пожаров Чтобы никто Друг на друга не нападал Попросить счастья И добра Для всех нас Что это вы приготовили Для обряда? Смотрю, палочки благовония есть, да? Да Это благовония Женские украшения Браслеты Пшеничная мука Краски Желтое и красное И монеты В ожидании праздничного действия Мы увлеченно наблюдали За подготовкой К предстоящему ритуалу Но были совершенно Не готовы к тому Что произошло дальше А зачем коза? Коза Главная часть ритуала Что вы будете делать с ней? Я прочту над ней молитву И преподнесу ее в дар богине Это жертва Ее жизнь спасет тысячи других Опять жертвоприношение Вас Я даже не знаю, как сказать Но во многих странах В которых мы бываем Люди приносят в жертву животных И считают, что от этого Их жизнь станет лучше Почему? Почему вы это делаете? У нас так принято Кровь козы нужна Чтобы задобрить богиню леса Вы считаете, что это нормально, да? Да Вы сами все слышали Это нормально Я уже жалею, что я тут оказался Лучше бы мы плавали со слонами Встань чуть подальше Я отойду, да Я отойду Гарирам тщательно промывает землю Считается, что даже грунт должен быть идеально чистым Когда дело касается жертвы для богини леса Землю посыпают мукой, которая символизирует чистоту обряда Устанавливают палочки благовония Чтобы почувствовав приятный аромат Богиня обратила на нас внимание Монеты Чтобы привлечь и подкупить ее Площадку украшают пищевой краской Выкладывают женские браслеты Которые лесная повелительница Как и любая женщина Конечно же любит А еще она любит кровь Непальцы искренне верят в это Когда проводят свои жестокие ритуалы Вот последний раз коза обмывается Честно говоря, я не могу на это смотреть Даже я лучше отвернусь Сейчас, скорее всего, произойдет что-то ужасное Я отвернусь Я не буду смотреть Я не буду Не буду смотреть на это Когда коза дернется Это будет знак Что богиня готова ее принять Если она не дернется То ее вообще не будут убивать Я надеюсь, что она не дернется Стынет кровь в жилах Когда смотришь на это Это все придумали люди Люди считают себя властелинами Всех остальных живых существ И считают, что могут распоряжаться их жизнями По своему желанию По выдуманным традициям Так она же не дернулась Почему вы ее толкаете дальше? Подожди, ничего не говори Здесь все решает богиня леса Сказать по правде Я очень надеялся Что коза не дернется И на этом обряд закончится Но непальские боги Решили иначе Ой, господи Она дернулась Все, я не смотрю Господи Я даже не хочу смотреть Ай, какой кошмар Я прочитал молитву Чтобы душу этой козы Забрала богиня леса Она получила кровь козы И теперь Ей не потребуется кровь других живых существ А из жертвенной козы В этот день мы готовим праздничный ужин В наши дни такие жуткие обряды практикуются в основном в племенных общинах и по особым случаям Больше всего поражает то, что в 21 веке ритуальные убийства по-прежнему остаются неотъемлемой частью праздников Эх, хорошо Жертвенное мясо самое вкусное И оно священное Так ли это? Одному богу известно Благословленное ли это мясо? Но здесь в это свято верят Мы, как жители другой страны Можем только наблюдать и смириться Принять или не принять мы не можем Мы гости в этой стране Принесли кипяток Сейчас будут снимать шкуру Собственно, дальше уже в этом процессе нет ничего уникального Просто погружают в кипяток Будут тушку разделывать И дальше это будет уже просто козлятина Ну что, друзья, вот жертвенную козу приготовили И у нас ужин такой необычный, как для меня Но ребята говорят, что он праздничный День для ритуала определяется по лунному календарю Давай уже выпьем Вот видите, каждый перед тем, как выпить Сделал вот так и обратился с чем-то к своему богу А что вы говорите, когда молитесь перед тем, как пить? Мы благодарим богиню леса и делимся с ней мясом Хотя, если честно, это она поделилась с нами мясом Потому что это ее коза Но самое главное Нужно взять кусочек мяса И положить на стол для богини И сюда же налить немножко алкогольного напитка Все налили для бога А точнее для богини леса Чтобы завершить этот ритуал И теперь пьют Чокаться нужно или нет? Нет, в этом случае нужно просто выпить до дна И обязательно съесть все мясо В знак уважения к богине Вы не поверите, но как только мы провели обряд Я почувствовал успокоение Благодаря этому празднику и благословению джунглей Мы можем ничего не бояться и спокойно работать Так говорили наши деды И мы продолжаем традиции Но наш ужин неожиданно прервал очень опасный дикий зверь Который тоже решил заглянуть к нам на вечеринку Друзья, просто невероятно Дикий носорог прямо возле нас На самом деле он бегает с невероятной скоростью, если захочет И это машина убийства Вот он, пошел в джунгли Красавчик просто Он прервал наш ритуальный ужин Все кричали, носорог, носорог, быстро Провожаем носорога в лес и отправляемся спать Я заночую сегодня вместе со слоновыми погонщиками Так, ну что, где я сплю? В моем домике Сейчас покажу тебе кровать Показывай Домик слонового погонщика – это самые примитивные условия Кровать и гамак Все очень скромно Следующим утром приходит время прощаться Но перед этим еще раз искупаться Чудеса иногда все-таки случаются Можно вот так вот идти посреди Непала По хрустально чистой реке В хрустально чистой воде Вместе с семьей слонов Честно говоря, когда я смотрю, как Пульси болтыкается в воде Плавает, резвится А рядом с ней ее приемная мама У меня в голове все время Крутится знаменитая песенка Из детского фольфильма Помните, когда Мамонтенок искал маму и плыл на льдении И он пел Пусть мама услышит, пусть мама придет Пусть мама меня непременно найдет Ведь так не бывает на свете Что были потеряны дети Это точная иллюстрация Этой детской истории О, как тут хорошо, друзья Как тут классно Кайф Просто кайф Друзья, счастье есть, оно существует И в эти моменты это чувствуешь Особенно рядом с Тульси И понимаешь, что счастье Оно ни в коем случае Ни в материальных благах Ни в деньгах, ни в квартирах Ни в машинах, ни в престижной работе Счастье это ваша семья История Тульси и ее мамы Раджакали это подтверждает Любите свои семьи Любите своих родных И цените их Это самое ценное, что у вас есть До встречи ровно через неделю На 1 плюс 1 Пока Тульси поплыли Смотрите в следующей программе Специальный выпуск Мир наизнанку Съемочная группа стала свидетелем страшной трагедии Вокруг суета Все говорят абсолютно разные данные 48 часов Беспрерывной борьбы за жизнь Как-то так выглядит вам Я и дышу Уникальные кадры поисковой операции Господи, сохрани помилуй Кошмар Авиакатастрофа Которая едва не забрала жизнь Дмитрия Комарова Смотрим на разбитый Волет Могли находиться в нем Всем очень плохо До встречи ровно через неделю Любить, друзья Все руки Николой Некравы Кошмар Моя нога Друзья, вы посмотрите, сколько пиявок Ай Это просто кошмар Ну что, отдираем Герудотерапия Она на ногу наступила На ногу наступила Слониха Слониха наступила на ногу Я в шлепанцах Девочка Тяжелая девочка Привет, друзья Вы с вами тимпаны Сами меня Иверест И вы смотрите Новый сезон телепрограммы Мир наизнанку Из Непала Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин